Что за ситуация с церковью и так называемыми «гонениями» в кавычке в Украине по религиозным мотивам? Я же в церковь или русскую православную церковь, московского патриархата. Меня очень стревожило христианство в Украине. Такое чувство, что, используя людей, они несут прокремлевскую тематику. Российская православная церковь, русская православная церковь, московского патриархата. Это не церковь, это отделение Комитета государственной безопасности. Я знаю это как факт, поскольку у нас было подразделение, полностью состоящее из разведчиков, офицеров, которые сидели в московском патриархате под крышей. То есть, этот московский патриархат использовался самым широким образом, как прикрытие для действия внешней разведки КГБ. Продвинуться, иерархом, стать митрополитом, не говоря патриархом, не будучи агентом, это невозможно. То есть, все они были так или иначе сексотами. Причем, с ними работала не только разведка. Нас-то не интересовало то, что они вот, они любили рассказывать попы, любили рассказывать КГБшникам то, что им говорят на исповеди прихожане. Но нас это не волновало. Нас интересовало действие, то есть, используемое ее как прикрытие за рубежом. Оно с ними работало еще пятое управление, а вот это занималось как раз внутреполитической тематикой. То есть, попы разрывались между двумя разными направлениями. Вот церковь, то есть, религиозного там ни черта совершенно. Там голый расчет, карьеризм, деньги. И не зря эта церковь, кстати, тогда нынешний патриарх Кирилл руководил там внешним отделом, отделом внешней связи. Они наладили контрабандную поставку из, это спирт был Маккормик, кстати, здесь у нас эта компания находилась в Вирджинии. На этом московский патриархат, который работал в этом деле, там было трехглавое, так сказать, создание, которое этим всем руководило. Это комитет госбезопасности, организованная российская преступность, причем такая кандовая. Затем здесь, в этом самом Бруклин, Нью-Йорк, ну и патриарх святейший, вернее, тогда он был митрополитом. И вот тогда, значит, только со стороны патриархии на этом деле было сделано 2,5 миллиарда долларов. То есть это адская, понимаете, организация, это никакая не церковь совершенно. Сейчас она занимается шпионажем здесь, то есть она опять-таки стала подразделением внешней разведки России сейчас. Я точно знаю, это не церковь. К религии этой организации не имеют никакого отношения, тем более, скажу вам еще одну вещь, У меня есть знакомые, которые работали в СБУ на Донбассе, когда в 2014 году туда зашла вот эта террористическая группа Гиркина. Церкви, здания церковь на Донбассе использовались как схроны для оружия для террористов и примкнувшим к ним потом сепаратистам. То есть они по полной программе участвовали в террористической деятельности. Это русская православная церковь московского патриархата. На территории Украины это все происходило. Поэтому они есть, нужно было их найти, нужно зафиксировать было, и нужно в Конгресс было все представить, доклад, посвятили все средства массовой информации, и все было бы ясно. Блин, извините за выражение, но... Продолжение следует...